Ожившие пейзажи. В выставочном зале Координационно-методического центра культуры и творчества открылась экспозиция «Поэзия времен года». Это выставка пучешского художника Николая Караванова, посвященная его юбилею. Всю жизнь он пишет леса, горы. Его очень вдохновлял Алтайный, который он ездил в молодости отдыхать, в отпуск просто. При этом это человек, который в силу жизненных обстоятельств никогда не учился рисовать профессионально. Детство выпало на трудные послевоенные годы. Маленькая деревушка Голицына в Пучешском районе. Голодные, холодные времена. И, естественно, учились тогда для того, чтобы побыстрее владеть профессией и начать зарабатывать деньги. Всего на выставке 60 удивительно реалистичных работ. Здесь горные пейзажи, возле которых останавливаешься и будто чувствуешь прохладный разряженный воздух. Поразительные лесные виды. Кажется, что вот-вот под ногами хрустнет ветка. Все работы очень разнообразны. Автор жил в Барнауле, Горьком. Много времени провел в Ёж-Короле. Его поразил Алтай в свое время, когда он туда первый раз приехал. Он там занялся фотографией. Самое интересное, что на Алтае-то он не бывал, наверное, уже с 60-х, 70-х годов, с молодости. Но многие работы написаны в последние годы, уже в 10-х годах 21 века. Каким образом? А он по черно-белым старым своим фотографиям писал. То есть он просто брал фотографии и превращал их в картины. Сейчас автору 80 лет, и он продолжает творить. Рассказывает, память у художника должна быть фотографическая. И сам он зачастую воспроизводит пейзажи по воспоминаниям. И это далеко не последний талант художника. Николай Караванов пишет стихи. Природа, она всегда во всех своих временах очень хорошая, красивая. Хочется отразить и стихами, и картинами. Потому что у меня есть, сейчас вот на картины есть стихи, написанные на картины. Правильно так перемежаются. Каждая картина – это маленькое путешествие, небольшой поход по самым удивительным уголкам России. Увидеть поэтические работы непревзойденного мастера живописи можно будет до 24 марта. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.